Не просто, конечно, сегодня боксер из Казахстана даст ему этот бой. Ой, что творится в Петербурге, а? Посмотрите, какая поддержка здесь. Как прямо в Лас-Виде за нас с вами. В Петербурге, в зале международной категории АИВА, мастер спорта России, Михаил Шашков, Россия. Узбекские, конечно, болельщики любят бокс и кубки. Он здесь собирает очень много зрителей с этой страны. Первый раунд. Давайте посмотрим, понаблюдаем. Очень хорошо, точно, выверенно работает Чехобидзе. Да, очень чувствительно, очень чувствительно. Все чувствительно. Вы помните финал против Алояна Олимпийского? Да, конечно. Конечно. Пока первый раунд идет, такая пристрелка. Сейчас ребята пристреляются и изучат друг друга. Скажите, ну а вот что делать, например, сопернику, когда у тебя Олимпийский чемпион, чемпион мира? Что вот делать? Как готовиться? Если мы на титулы не смотрим, это, ну, Олимпийский чемпион, это было несколько лет назад, это там уже было почти 4 года назад. Конечно, мы уважаем все эти титулы за бою. И есть сегодняшний бой, и все возможное, что ничего невозможного нет. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я, конечно, еще раз вам напоминаю, что со мной сейчас комментирует этот бой не просто кто-нибудь, а это Алексей Мазур. Победитель уже вот сегодня, прямо сейчас, буквально полчаса назад он стал чемпионом Кубка Губернатора, выиграл золотую медаль. И давайте просто какие-то напишем слова одобрения, слова благодарности, что боксер, который провел сложный финал, который провел все три раунда против очень сильного оппонента, против Габила Мамедова. И, тем не менее, Алексей, вы нашли в себе силы после победы прийти к нам в комбинаторскую кабину. Да, спасибо. Сейчас, когда уже только заканчивается, и просто просто можешь выдохнуть и сказать слава Кубку, что все закончилось. Нужно теперь держать ЕС, можно немножко выдохнуть, конечно, немножечко опять для отпразднования эту победу, и, конечно, пару дней для отдыха. И мы тут, конечно, до зала, и новые цели, и новые задачи, которые... А, кстати, какие у вас цели и задачи новые? Знаете, посмотрим, потому что сейчас с олимпийским отбором все непонятно, конечно, он будет продолжаться в Париже, но дальше... Там вот Моха бибил уже рейтинг, и по рейтингу сказали, что будет отбор на Олимпийские игры. Посмотрим, посмотрим, как там будет, и по рейтингу. А да, конечно, хотелось бы попасть в Олимпийские игры, но там получится уже, но получится. Не все от нас зависит, к сожалению, сейчас. Еще задача есть, будет чемпионат мира, у нас осенью, проходить в Сербии. Ставлю себе эту задачу, чтобы обязательно туда попасть, и обязательно надо тоже добираться до педалей. Также будет еще у нас чемпионат мира среди военнослужащих, и я являюсь... Да, тоже серьезные старты, да. И старт будет в Москве, так что тоже очень важен для меня будет. Ну, давайте подоблюдаем сейчас за красным углом. Ну, наверное, все-таки комментатор, судья-информатор ошибся, да, потому что чемпионат вроде бы в 20-м году был, как я понимаю, у Казахстана последний, да. Ну, может быть, нас поправят, журналисты и комментаторы Казахстана, потому что здесь выступало сразу несколько чемпионов и призеров Казахстана 20-го года. Ну, ничего страшного, да, ничего страшного. О, вот смотрите, смотрите, да, какие сидят люди, да. Казахстана 20-го года, как все было общаются, конечно, приятно видеть. Никис Лебедев, Руслан Проводников. Спасибо им огромное, что они приезжают на наш турнир и, конечно, лицетреют все это. Это очень мотивирует и очень приятно, что все такого уровня посещают наш турнир. Конечно, конечно. Я все-таки еще раз позволю вас повторить вашу мысль. Вот, смотрите, вот. Очень сейчас уже та, да. Кобегин наращивает, наращивает, мне кажется, да, свое преимущество. Первый раунд будет, конечно, пристрелкой, а сейчас, я думаю, он получится, получится и будет наращивать. Ну, он тоже уже профессионалов пробует себя, да? Да, узбекские боксеры, конечно, не только он один, они молодцы в этом плане. Они и не оставляют олимпийским наш бокс купительский, и также и боксируют на профессиональном рейтинге. Вы посмотрите, да, Джалолов сегодня будет тоже старшим. Да, конечно, конечно. Которым мы желаем удачи. О, это да, мы ждем с особой, да, с особой терпением. Да, сколько больше боев, профессионалов и какие успешные бои. Ой-ой-ой-ой. Попал, мне кажется, как у нас говорят, болтанул, а как Казаха. Да-да-да. Да, они местные болты, да. Да, они тоже потратили много усилий, да. Вот о чем мы говорили, ребята уже включились, и красный, и синий угол, и уже просто на встречном курсе идет борьба. Да, конечно, конечно, да. Да, и очень-очень серьезный уровень здесь боксеров. Конечно, спасибо организаторам, что посмотрите, вообще бокс от ножа идет. Тут не красный, не синий, тут никто не готов проигрывать просто так. Здесь медали добываются кровью и потоком. Конечно, конечно, и вообще, Алексей, хочу, ну вы сами все это видите, и зрители видят, и болельщики. Понятно, что прекрасная организация, я уже не раз об этом говорил, и знаете, это такие некомплиментарные слова, что обычно говорят, прекрасная организация турнира. Нет, даже не в этом дело, а дело в том, что все работает как часы, как слаженный механизм. Посмотрите, какая прекрасная трансляция. Работа операторов, работа режиссера, у нас организован комментаторский пост, потом, естественно, и, я уже говорил, волонтеры, секретарят, судьи, работа с болельщиками, выход боксеров, потрясающий просто, очень. Да, вы верно заметили, Константин, это шикарный турнир, мне вообще есть чем сравнивать, и много международных турниров, и очень приятно у нас в Санкт-Петербурге, что мой родной город, у нас, спасибо федерации, опять же, бокс в Санкт-Петербурге, Максиму Владимировичу Жукову, что у нас бокс мирового уровня, на который, правда, нужно смотреть, потому что сегодня не просто так все билеты, вот они были. И сегодня я сам хотел купить билет, друзья, просили, много звонков было по билетам, но билетов нету, все, раскупили очень быстро, и это доказывает, что у нас в Санкт-Петербурге любят бокс и следят за ним. И, конечно, очень шикарный турнир, и спасибо, опять же, организаторам, что бокс, бокс, опять же, мирового уровня у нас проходит. Мы видим, мы смотрим на боксеров, на узбеков, на казахов, это сейчас в топе боксера, который в топе, в мировом топе, и который будет работать на Олимпийских играх, боксировать, завоевывать медали, так же на чемпионате мира, и бокс очень высокого класса, высочайшего. Очень приятно, что на берегах, на берегах и вы проходит. Ну вот сейчас вы сами видели, знакомой звучит команда секунданты за ринг, да, показали нам, как работает красный угол, конечно же, показали, как работает сейчас синий угол, где находится Олимпийский чемпион Шахабидин Заиров. Я бы, конечно, еще отметил работу его тренера, да, и штамма Кабинова, конечно, по работе, ну тут и штамм Кабинов, я думаю, вы сейчас слышите, он тоже приходил к нам, ну он нас не слышит, он сейчас в углу, но я думаю, слышат его друзья, и потом посмотрят запись, тоже будет приятно. Ну что ж, вот сейчас пытаются что-то сблизиться, вязать, да, боксеры Казахстана, как-то? Да, но здесь, здесь немножко уже, конечно, и усталость играет роль, но борьба на встречных курсах идет, конечно, никто не хочет избавиться, и это финал. И опять же, правильно вы говорите, совсем нет такого, да, пиетета, что вот Олимпийский чемпион, чемпион мира, я заранее. Конечно, ты когда на ринг выходишь, тебе это неважно, знаете, ты все забываешь, и также узбекского боксера, я уверен, что он, он не выходит там, почивает на лаврах, и там думает, что он Олимпийский чемпион, и что сейчас он в пол, в пол ноги, как говорится, в пол руки выиграет. Выиграет. Нет, все, все доказывается в ринге. Да, концовочку, да, посмотрим, сейчас, мне кажется, тоже будет концовки такие. Мне кажется, у даже казахстанца побольше сил, что-то осталось, он рвется вперед, да, я хотел сказать, мы увидим атаки казахстанца. Где-то, конечно, и пропускает, но идет на поиске. Да, что ему остается делать, да, вот в этих последних мгновениях, почему нет, может пройти удар в лаки панч. Да, идти в лапанк, да, вы правильно сказали. Уже, да, тут третий раунд, тут уже характер, от характера много зависит, тут, конечно, сил, когда остается им мало, или их вообще не остается, тут, тут уже битва характеров. Да, вы абсолютно правильно сказали, красиво, образно, битва характера, дорогие друзья. Ох, смотрите, когда пропустил, пропустил сейчас, да, все, Кобидин, Заиров. Но вот вы знаете, в предыдущем бою, в полуфинале, он тоже третий раунд не так провел ярко. И вот сейчас мы видим, что третий раунд... Как мы заметили, да, что немножко он подустал в третьем раунде. Ну, смотрите, он работает, да, он вроде подустал, но работает вторым номером и залетают удары, так или иначе они залетают. Он устал, но казахстанец пропускает. Ну, это уже класс, это уже класс, и, как говорится, победа на классе. Ну, мое личное мнение, объективное, ну, субъективное мнение, мне Заиров понравился побольше. Ну, посмотрим, конечно, судей виднее. Ну, я думаю, да, здесь каких-то сюрпризов не будет, наверное, судейских. Уже финальный бой, прямая трансляция, много зрителей. Конечно, здесь будет самое объективное решение, какое только можно. Давайте, давайте сейчас дождемся, да, дождемся. Итак, главные господа, в этом поединке единогласным решением судей победу одержал и стал победителем Кубка губернатора Санкт-Петербурга по боксу в весовой категории до 52 килограмма, боксер из Синего угла, Санкт-Петербурга по боксеру из Казахстана, Махмуду Сабырхану. Ну что ж, Алексей, спасибо огромное. Я просто не имею больше права эксплуатировать вашу доброту. Давайте посмотрим немножко эти вот хайлайты. А мы, дорогие друзья, поздравим Алексея с победой здесь, на Кубке губернатора. Я напомню, что у нас в прямом эфире был Алексей Мазур, Санкт-Петербург, Россия. Прямо с золотой медалью пришел к нам в комментаторскую кабину. Спасибо, Константин. Спасибо за вашу поддержку, что вы наблюдали, за ваши комментарии. Спасибо огромное зрителям. Так что, всего доброго. Спасибо.